Сегодня мы снова с вами в ветеринарной клинике Элвет во Всеволожске. И пациент немножко нестандартный. Нельзя сказать, что необычный, но нестандартный. Всего лишь крыса, но немногие клиники возьмутся лечить крысу, тем более проводить операцию. Крыска травмировала себе глаз достаточно сильно. Глаз, к сожалению, спасти не удастся, поэтому его необходимо удалить, чтобы он не гнил и боль не доставлял крыски. Сейчас, соответственно, пойдем на операцию. Как за счет укола, мистер Мыш? Ничего не думайте, мистер Мыш, просто вас уколи, а вы будете пищевать. Наверное... Ага, я так и знала. Иди ко мне, иди ко мне. Это не я тебя обидел, это Владик. Она подумала, что... Спрячься, молодец. Ну непонятно. Да, молодец, вот так вот. Очень хорошая. А на крысу что ли заполняли? Я уже все заполнила, у меня карточка заполнила на крысу. Я сверачиваюсь? Ну, с назначениями, там такие же назначения будут, только обработка шивая еще. Я думаю, что те, кто бывал у врачей, и у кого брали кровь из вены, сейчас удивляются и поражаются. Попробуйте поставить катетер обычной крысе. Найти вену. Очень многие люди жалуются, что медсестры не могут найти в них вены. А здесь, с первого раза, ставится катетер в крошечную микроскопическую венку. Оперировать будет Саша, а анестезиолог, как обычно, Оксана. Крыса уже под наркозом, и Александр приступает к обязанностям парикмахера. Операционное поле должно быть абсолютно чистым, без малейших шерстинок, которые будут мешать операции и могут попасть в ранг. Вроде бы все сделано, но нет. Вот чуть-чуть, чуть-чуть еще осталось. Собственно, даже подготовка к операции уже работа почти что ювелирная. К сожалению, в операционной практически невозможно записывать звук. Очень много аппаратуры, которая шумит. Это и аппарат искусственного дыхания, это и стук инструментов. Поэтому звуки операционные мы даже не стали записывать. Я думаю, что все будет понятно и так. Ребята сразу же сталкиваются с проблемой. Трохейные трубки аппарата искусственного дыхания слишком велики. Даже самые маленькие насадки не подходят для столь крошечного пациента. И несколько проб поставить трубки успехом не увенчались. Поэтому, как хорошие и думающие доктора, они все-таки находят выход. И крыса оказывается под аппаратом вентиляции легких. Потому что, естественно, мы не знаем, как пойдет операция. И никому не хочется допустить остановку дыхания. Все-таки крыса действительно в глубоком наркозе. Пациент должен быть обезопасен от неожиданностей. Хотя Оксана прекраснейший анестезиолог. И, скорее всего, операция пройдет успешно. Но все-таки приходится применять смекалку. И придумывать что-то из подсобного материала. Продолжение следует. Продолжение следует... Аппарат проверен. Крыса дышит. Все работает отлично. На хвосте закреплены датчики, показывающие пульс, давление. И время от времени будет добавляться наркоз. Операция по удалению глаза сама по себе несложная и врачи проводят ее довольно легко. Но здесь, повторюсь, пациент немножко нестандартный и работа ювелирная. Все крошечное. Но здесь это проводят не впервой. Я могу с гордостью за наших докторов сказать, что на счету у Оксаны было даже кесарево сечение у мыши. Которое прошло вполне удачно. И пациент остался жив и здоров. Но в любом случае, все это требует особого внимания и очень тонких движений. Размер пациента в данном случае не позволяет допустить ни малейшей промашки. Иначе мы можем просто потерять животное. Глядя на Сашу, нельзя не восхититься мастерской работой. Действительно, очень точные движения. Очень аккуратная работа, которая позволяет надеяться... Да что там надеяться? Быть уверенным в благополучном исходе операции. Все кажется довольно быстрым. Но на самом деле, при реальном времени операция занимает больше часа. Продолжение следует... Кажется, все прошло вполне благополучно. И уже накладываются швы. Но расслабляться не стоит. Потому что самый последний этап может быть самым опасным. Не зря Оксана внимательно смотрит за состоянием пациента. Понимая, когда нужно добавлять наркоз. А когда необходимо выводить пациента из состояния глубокого сна. Контролируется и пульс, и давление, и дыхание. И, конечно, ей приходится ассистировать Александру. Даже наложение швов здесь. Работа очень тонкая. Поскольку каждый шовчик очень маленький. А их накладывается немало. И последний этап. Снимается маска для дыхания. И пациент моется. Кажется, все прошло вполне благополучно. По крайней мере, врачи не беспокоятся. Не выражают тревоги. А продолжают уверенно работать. Теперь все зависит от Оксаны. Она дает пациенту кислород. И постепенно начинает выводить его из наркоза. Крыса обкладывается грелками, чтобы она не замерзла. Все-таки после операции, при потере крови и в состоянии глубокого сна, животное может замерзнуть. Отмывается тщательно, чтобы быть красивой. Катетер снимается. Он больше не нужен. И нужно дать какое-то время пациенту окончательно проснуться. Работа ветеринара не такая простая, как многие думают. Важно не только много знать и много уметь. Важно еще и сопереживать своим пациентам. Хороший ветеринар не привыкает к боли и смерти. Мы много раз видели, как Оксана плачет, когда не удается спасти какое-то животное. Но на этот раз все оканчивается вполне благополучно. И с пациентом все в порядке. Спустя несколько дней крыса уже абсолютно здорова. И мы можем вас заверить, что никаких плохих и серьезных последствий ни после травмы, ни после операции у нее нет.